Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на своем канале, с вами Жанна Фетисова. И сегодня мы с вами будем делать вот такой макияж полностью бюджетными средствами, приобретенными в магазине Подружка. Это не реклама, говорю вам сразу, это моя супер находка, которую я хочу с вами поделиться. И до июня, то есть прошлого месяца 2017 года, я не была в этих магазинах, ни разу, представляете? То есть я все время приобретала косметику класса люкс, ну или полулюкс, или аптечную, например, какими-то разными способами, в каких-то дорогих магазинах, или дебатте. Вот такие вот, каждый месяц выходят у них вот такие вот журнальчики, в котором всегда есть описание средств, есть акции представленные. Должны сделать на определенную сумму небольшую, поверьте мне, покупок. И, соответственно, после этой суммы вы получаете постоянную скидку на следующий месяц 15%. Ну, к этим ценам смешным, которые здесь есть в этом магазине, 15%, поверьте мне, это уже очень много. Так что давайте приступим, и я покажу все, что я сейчас приобрела в этом магазине из декоративной косметики. А уходовые средства мы оставим на следующий ролик. Начнем. Вот так, без макияжа, живое, чистое, абсолютно мытое лицо. Что у меня? У меня ничего нет на лице, кроме увлажняющего крема. Сейчас уже не важно, какой это крем. Важно, как же все-таки работают средства, которые я приобрела. Это бюджетное, напомню, средство. Самое дорогое средство здесь в районе 400 рублей. От 90, даже 80 рублей до 400. Для меня это шок полный, абсолютно, друзья. Ну, что ж, давайте пробовать. Так, я приобрела два тональных средства от Catrice. От Courage Foundation. 24 часа. Такая вот водичка. Я там его протестировала. Он довольно светлый. Но у меня очень светлая кожа, с желтоватым по тоном. То есть, как раз, в общем-то, мне кажется, что мне подходит этот цвет. Смотрите, вот такой. Просто светлее уже нет. Это 0,10 цвет. Наблюдаю на руке. Вот он разошелся. У него люксовый аромат. Такой пудренный, приятный очень аромат. Мне он нравится. Но, поскольку сейчас я планирую собраться в фитнес-клуб, такой тон суперсухой, да, плотненький, мне не нужен. Я волнуюсь за то, что вдруг этот 24 часа не будет дышать. А мне нужно, чтобы у меня испарялось все, да, с кожи. Поэтому я попробую второе прям свое приобретение. Вот такой вот BB-крем от Черный Жемчуг. Стоимость совсем какая-то уж небольшая. Честно говоря, что в районе 300 рублей и еще. А сейчас мы с вами его и попробуем. Это универсальный тон самомоложения. Здесь написано 56+. Как бы не пугайтесь таких. Это чисто маркетинговый ход. Не нужно обращать на это внимание. Здесь нет никаких супер дорогостоящих, подтягивающих и ампульных средств, естественно. Потому что они очень дорогие. Здесь просто большее насыщение гиалуроновой кислоты. И, соответственно, добавлено масло. То есть они не сушащие, эти все средства. У кого чувствительная кожа, либо кожа смешанная, либо склонная к сухости, то я бы рекомендовала вам вот такие вот средства, на которых есть маркировочка, соответствующая не вашему возрасту, а чуть-чуть старше. Они не будут вам сушить. Но это, по крайней мере, так и на моей практике. Вот так он выглядит. Довольно простая упаковочка. Селф-комплекс. Глубоко влажняет, уменьшает морщины, пигментацию, укрепляет контур лица. Ну, значит, укрепляет это вряд ли. Но то, что он может высветлять, действительно, ну, в общем, нам это и нужно. Я только за, если он будет высветлять. Так, давайте попробуем. Это универсальный цвет. Он вот такой. Я тоже его нанесу. Не знаю, что получится. Может, конечно, и скатается. Ну, пока мне нравится. Аромат такой нейтральный, недушащий, нормальный. Он такой увлажняющий. Имеет ощущение на коже такого обычного увлажняющего крема. Знаете, на что похоже? У меня есть Clorans увлажняющий крем с таким легким foundation, то есть с легким тинтом таким, да? И вот очень похож по ощущению. Правда, Clorans более, менее питательный, более такой вот именно легкий увлажняющий. А здесь все-таки есть, я так чувствую, увлажнители какие-то такие конкретные, масла, что ли. То есть он такой, он такой жирненький. По ощущениям жирненький. Вот смотрите, он совершенно сливается с тоном шеи. Я думаю, вы хорошо видите меня. Я надеюсь, по крайней мере, солнышка нет. Но такой довольно ясный день сегодня. И должно быть все хорошо видно. Так, вот так вот ушки я делаю чуть-чуть буквально, чтобы не отличалось по цвету. Он справился со своей задачей. Посмотрим, как он будет в течение дня себя вести. Пока я доволена своей покупкой. Сейчас сделаем бровки. Браусатин от Maybelline. Такой карандашик я приобретала. Тоже в этом же собственном магазине. Подружка. Он такой имеет цвет, ну, для меня, например, правильный. Такой серо-коричневый цвет. Я прокрашу им бровки немножко в недостающих местах. И здесь такие же, вот такого же цвета тенюшечки, которые спрятаны вот здесь в колпачке. Ну, тенями я редко пользуюсь. База от Essence я приобрела. Ну, написано два в одном. Eye Shadow and Primer. Ну, не знаю, как насчет теней. Давайте посмотрим. Конечно, может быть, она и даст какой-то вменяемый оттенок. Пока она вот такая, очень матовая, мне кажется. Давайте нанесем внизу. Такая прям светленькая, чувствует себя гейшей какой-то. И сейчас я дам ей усесться. И мы с вами не будем сразу накладывать тени. Пока разберемся, выберем, какие тени. Я пока еще не знаю. Какие тени. Я купила несколько. Простите, вот заляпанное все зеркальце. Извините, если вы это видите. И вот все время пальчики на нем остаются. Мою, мою его. И все равно остаются пальчики. Новые тени. Лимитированная коллекция Essence Life is Festival. То есть, ну, жизнь, праздник. Вот такие вот тени. И давайте их попробуем. Я пробовала их в тестерах. И сейчас еще пока их не пробовала. Ага. Понятно. Вот такие тени. Ну, такие с переливом слегка. Да. И чуть-чуть перламутровость есть. Вы уже видели, у меня есть такого плана тени в карандашике. Бежевые и такие коричневые. Скажем так. Мне нравятся вот такие тени. И купила Color Tattoo 24 часа от Maybelline. Они есть у многих. И только, наверное, я одна осталась, кто еще их не пробовал. Ну, что ж, давайте сейчас мы их протестируем. Попробуем. И это вот такой вот номер. Номер-номер тени ушечек. Я скажу вам сейчас. Или не скажу. Не знаю. 91. Это 91. Creme de Rose. То есть, это светлый-светлый такой вот. Светло-розовый. Светло-дымчатый такой розовый. Приятный очень оттеночек. Вот я его положила сюда, рядышком. Самый крайний. И второй. Что-то мне захотелось розовых теней. По непонятной для меня причине. Никогда я им раньше не пользовалась. И второй положу вот здесь. Вот. Это уже более такой насыщенно-розовый. Например, 65 Pink Gold. Давайте попробуем Creme de Rose. Чем бы его наносить? Таким. Не знаю. Наверное, кисточкой, да? Давайте попробуем кисточкой. Потом, вдруг, если что-то не получится. Ну, всегда можно разнести пальчиком дальше. Не знаю, как кисточкой. Как-то не сильно это удобно. Мне кажется. Давайте попробуем пальчиком. Пальчиком попробуем. Да, пальцем гораздо лучше. Знаете, все-таки крем разносится лучше пальчиком. И я, пожалуй, нанесу его вот на основное такое веко. На подвижную челюсть. И чуть-чуть наверх немножко, слегка. Как-то они суховаты на этой базе, что ли. Не знаю даже. Так, наверное, я сейчас прервусь на секундочку, чтобы сделать мужу с собой обед. Быстренько положу ему в контейнер, потому что, несмотря на то, что сегодня выходной, он опять пойдет на работу. У него большие проекты. Он делает оборудование для космоса сейчас. И это космос не терпит никаких выходных. Да, к сожалению. Но я отношусь с пониманием к этому. Так, ну вот, всех накормила. Могу продолжать теперь. Что у нас не хватает? Мне кажется, не хватает маскировки вот этой части все-таки довольно розовые крылья носа. Не знаю, как накладываются эти средства. Приобрела вот такой вот в Essence корректор зеленого-зеленоватого цвета. Зеленый перекрывает, как вы знаете, розовый. Correction Liquid Concedure. То есть такой легкий должен быть кремовый корректор для перекрытия вот такой вот губочкой. Давайте попробуем. Тут важно не переборщить, иначе будет зеленый нос. И тогда можно будет играть жену водяного, к примеру. Так, хорошо. Вот с этой стороны вроде как мы перекрыли. Да, смотрите, красно. Действительно маскирует слегка. Такую вот красноту убирает. Реально это. То есть пока, в принципе, вот этой вещью я довольна. Можно попробовать еще вот здесь тоже. Здесь тоже какой-то розовина какая-то есть. Давайте попробуем. Мне кажется, должно быть более такое очевидное перекрытие. Да, действительно, видите, убирает розовый оттенок ненужный. Убирает. Так, здесь у меня маленькое пигментное пятнышко. Я думаю, его очень видно сильно на видео всегда. Кажется, что пингал какой-то. Так, у нас все новинки. Я приобрела в Essence вот такую вот упаковочку, в которую поставила 4 тени, которые приобрела у них же. Соответственно, это вот такой контейнер-палеточка для теней. Попробовала вот их нанести на пальчики. Такие они очень красивые. Сейчас покажу вам. Вот такие цвета. Такие довольно пигментированные. Но не сильно. Но вы видите, они в принципе светлые такие, более хайлайтерные. Но очень красиво лежат. По крайней мере, я попробовала один-два раза их, и мне понравились. Очень понравились. Вот этот вот цвет в уголочек глаза положу и буду растушевывать. Посмотрим, что получится. Вот, кстати, интересно, как лежат тени сухие на жирных. То есть на кремовых, сухие. Мне интересно, как они будут тушеваться. Буду использовать лайнер от Catrice, приобретенный мной. Также в подружке сегодня все. Из магазина подружка. Это Eyeliner Pen Waterproof. То есть он должен быть водостойкий. Я его еще не пробовала. Давайте попробуем. Вот как раз я и расскажу вам потом в итоге водостойкий ли он. Потому что я буду с этой косметикой заниматься. фитнесом, как следует вспотею, естественно. У кого очень сильно опущено верхнее веко, ну то есть такой тяжелый век, то есть вот так, да, стрелочка всегда ломается. Обратите внимание, я вот так опускаю, смотрите, и уже некрасиво. Получается, вы никак не можете нарисовать такую вот ровную стрелочку, да, как я сейчас рисую. Я очень советую вам прекратить пользоваться лайнерами, карандашами и научиться делать стрелочки с помощью темных теней. То есть таким образом вы сможете выстроить уголок глаза так, вот темный, да, я как-нибудь покажу вам, как это делается. Темными тенями вы сможете выстроить уголок так, что как бы вы не опустили, да, бровь, как бы вы не, как бы у вас не было опущенное нижнее веко, у вас все равно будет выстроена красивая тень, глаз будет уходить вверх, то есть подниматься вверх. Только между ресничками, там внутри я не крашу, внутри глаза, чтобы не оставлять отпечатков на нижней водной линии. Я не ожидала, что этот лайнер такой черный, и я в шоке. Честно говоря, я пользовалась раньше от Avon лайнером, и он был такой серенький, то есть вот этот просто чернющий. Смотрите, какой яркий. Я, в общем, не хотела делать яркий макияж, но стрелочки такие получились а-ля 60-е годы. Даже не знаю, ну, посмотрим, пусть будет эксперимент, пусть останутся. Испачкала руку этим лайнером только что в процессе нанесения, ну, просто колпачок неаккуратно надевала, да, вот видите, он так немножко соскакивает. И испачкала пальчик. И смогла оттереть только с помощью средства Орлан для снятия макияжа. То есть действительно этот лайнер реально водостойкий оказался. Ну, посмотрим, что от него останется после занятий спортом. Даже если вы нанесете не идеально, да, какие-то точечки у вас будут не очень ровно прокрашены, то вас спасет всегда тушь для ресниц, которую я, собственно, сейчас попробую протестировать от Essence. У меня новая тушь, которую я приобрела. Big Lashes, get big lashes, делаем большие реснички. Ну, давайте попробуем, насколько они большие. Но если и тушь это супер-пупер черная, невыносимо черная, тушь, я не знаю, у меня такие глаза, прям получится вечерний макияж. Ну, хотя, в принципе, мне сегодня предстоит еще мероприятие, но я думаю, что после спорта и фитнес-клуба, наверное, я все равно все это смою. Ну, или оно само смоется, посмотрим. Тушь меня, честно говоря, не сильно впечатляет, она не дает никакого объема, ну, по крайней мере, на моих ресницах и слишком яркие стрелки. Не сильно я впечатлена этой туши, но для ежедневного такого макияжа с менее интенсивными стрелочками, я думаю, это очень даже подойдет. Думаю, пора попробовать контуринг. Вещь интересная, для меня, в общем, такая новая. От Essence у меня есть контур, я приобрела в этот раз два. И от Evelyn. У них была акция, и два равно три, то есть вы приобретаете два средства от Evelyn в этом месяце, и дарится третье. Ну, по крайней мере, я приобрела вот такую вот пудру, контуринг с хайлайтером, и приобрела вот такие вот, соответственно, в подарок румяшки. Для того, чтобы на кремовую текстуру BB-крема хорошо уложился вот этот вот пудровый оттенок, вот этот пудровый контуринг, я предлагаю вначале припудрить личико. Будем использовать пудру от Evelyn, такая вот она красивая, в принципе, здесь неплохое такое зеркальце, пуховочка неплохая, хотя я, конечно, не использую пуховки. Вот такой красивый дизайн, что для такой недорогой косметики совершенно неожиданно у меня показалось. Я взяла самую светлую. Сейчас попробуем ей воспользоваться. Я пользуюсь всегда довольно сильно пылит, как вы видите. Пользуюсь всегда кисточкой. И когда еще не было даже популярно использовать кисточки, у меня была пудра от Givenchy, и там была кисточка. И я уже настолько привыкла пользоваться кистью для пудры, что мне уже кажется, это самый удобный способ. Зону тем чуть-чуть припудриваем. И вот, собственно, щечки. Видите, довольно сильно пылит она. Ну, в общем, косметика декоративная класса масс-маркета, она не сильно спрессованная. То есть, это единственное, чем она отличается, это экономия на самом процессе изготовления. То есть, вещества те же самые, могут быть отдушки другие, нелюксовые, да, то есть, не используют дорогие отдушки, и более дешевую упаковку. Но здесь отдушки практически никакой нет. Упаковка хорошая, то есть, вам будет не стыдно ее вытащить. Солнышко у нас уже садится. Плохо становится видно. Ну, я постараюсь все-таки сделать довольно ровно. Так. Смотрите, здесь он какой-то, в свочи он более такой какой-то фиолетовый, а здесь смотрится очень даже естественно. Несмотря на то, что это бюджетный продукт, я вижу, что он довольно хорошо растушевывается. Я добавляю вот сюда тени под губу. И получается, что как будто у меня более пухлые губы. Такой трюк. Но в жизни, естественно, вы можете использовать это только совсем чуть-чуть, чуть коснуться, да, естественным образом. Так же можно убрать вот так вот какой-то нежелательный, может быть, второй подбородок. Немножечко прорисовать вот здесь. Да, сегодня у меня получится яркий макияж. Но ничего не поделаешь. Мы с вами все пробуем. Я не могла не попробовать, просто не могла с вами не поделиться. Такие находки бюджетные, мне кажется, что просто должны знать все о таких вещах, что можно сэкономить столько денег, ребята. К румянчику. Пришло время румяшек. Румяшки я люблю. Вот такие у меня румяшки. Это номер. Это номер. Давайте посмотрим, какой же это номер. Заклеили. Это номер 2. Румяна мозаика называется. И многоцветная палитра румян. Попробую смешать их все. Сделать что-то среднее такое. Вот так. То же самое кисточкой, которую я наносила пудру от светлого к темному. Я буду пользоваться в качестве экономии своих сил по мытью кисточек в дальнейшем. Я буду использовать эти румяна. Посмотрим, как они выглядят. Не выглядят ли они слишком ярко и инородно на лице. Посмотрим. Пока мне все нравится. Если вы используете румяна, то поставьте, пожалуйста, акцент на глаза этими же самыми цветами. И тогда у вас как бы воедино весь макияж сольется. Воедино будет иметь правильный оттенок общего тона. Вот так чуть-чуть. Обязательно сдуваю лишнее, потому что иначе можно опять же себе поставить огромный фингал. И чуть-чуть вот сюда, буквально слегка, добавляю вот этот вот розовый оттеночек. То есть у меня и так, естественно, подложечка розовой были тени. Color Tattoo были розовые подложечка тени. Но при этом, видите, я все равно добавляю вот такого вот цвета румян своих. Смотрите, что получается. Получается более такой гармоничный макияж. То есть в действии хайлайтера я предлагаю использовать тени от Essence, вот из этой же палетки, которую я сама себе сделала. Вот такой вот хайлайтовый цвет, розовый. Что получается? Такое легкое свечение. То есть в принципе вот эти вот тени от Essence вы можете использовать и как хайлайтер. То есть если вы берете, например, вот эту палеточку с собой в отпуск, мне кажется, это очень удобно. Не брать огромное количество, например, косметики, взять какую-то одну палетку, или две, например, да, которую вы соберете самостоятельно и просто будете пользоваться весь отпуск. Кисточки вокруг губы и посерединочке носа. И этого будет вполне достаточно для того, чтобы выглядеть свежо. И наносим на губы новую помаду, которую я приобрела, а также в подружке. Шиэншайн номер 7 от Essence. У нее очень простая вот такая упаковочка. Чудесный цвет, как вы видите. Вот так он выглядит на руке. Чуть-чуть он дуохромит немножечко, слегка. Но по ощущениям это как блеск. То есть вы можете не бояться вот этого цвета, такого сливого, розового. Он не выглядит бешено-ярким, потому что он как блеск. То есть это супер увлажняющие помадки. Мне такие помадки очень нравятся. Естественно, поскольку это не люкс, то у него очень скромненькая упаковочка. Но вполне хорошо держится колпачок, и в сумочке он не будет вываливаться. Что ж, я благодарю вас, что вы были со мной. Сейчас я уже побегу по делам. Желаю вам удачи. Ждите ролик о тестировании всех тональных средств. И именно этот макияж, это тональное средство, которое мы сегодня с вами использовали, также будет обязательно в обозрении в этом ролике. Спасибо огромное. Желаю вам удачи. Будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok